Для православных Великий Пост – это время особого покаяния, усиленной молитвы, раздумий и примирения с Богом. Пост предполагает не только воздержание от определенной пищи, но и воздержание от греховных мыслей и разных увеселений. Священнослужители считают, что это время, когда душа оживает. Тут есть даже сопряжение с природой, потому что именно всегда Великий Пост – он весенний период. То есть оживает природа, и тут как бы человек тоже, задумываясь о своей душе, о своем сердце, вот через покаяние, через молитву, топит в своей душе, в своем сердце вот этот лед греховный. По мнению священнослужителей, в это время благодать касается души того человека, который искренне кается и молится. В дни Великого Поста в храмах будут проходить службы. Более располагает даже в словах, в тексте именно обращение к покаянию, к примирению с Богом, думать о том, что не здесь только жизнь, здесь она не кончается, она переходит в вечность. И вот чтобы эта вечность была не мучительной, а была обожженной с Богом своим Творцом, то вот это время особенно мы должны как бы использовать. Великий Пост состоит из двух частей. Первая – это Великая Четыридесятница. Великая Четыридесятница в этом году она проходит с 11 марта по 21 апреля. Затем начнется Страстная Седмица с 22 по 27 апреля. Эти 47 дней Церковь призывает каждого христианина посвятить особым молитвам и труду над собой. В Посту Великом, ну, Святая Церковь рекомендует как можно чаще исповедоваться, причащаться. Потому что постоянно же воздерживающийся, постоянно должен молиться. И вот через это покаяние и причастие святых христовых тайн человек вновь приближается к своему Богу. То есть вновь Господь нас обнимает, как того блудного сына, и вновь нас к себе призывает. И вот эта духовная радость должна наполнить наше сердце. По окончанию поста верующие должны духовно преобразиться, почувствовать особую любовь к ближнему, сострадание и милосердие. Екатерина Опёнова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.